Добро пожаловать в Самару, на уникальное предприятие Ракетно-космический центр «Прогресс» Мы покажем все этапы изготовления легендарной ракеты «Союз-2» Узнаем, где на морковках, места для бабочек И за каким участком остановка производства на станции «Кис» Поймем, как семейство «Союзов» попадает на космодром, например, в Амурской области Мы находимся в командном пункте космодрома «Восточный» Именно сюда поступает информация со всего стартового комплекса Сотрудники работают с автоматизированной системой управления технологическим оборудованием По графику третьего дня старта готовятся к заправке ракеты топлива Ракета-носитель «Союз-2» летает с четырех космодромов планеты В местах земного шара, кардинально различающихся по климату и географии Сегодня на «Восточном», завтра на Байконуре Вот заключительный на момент выпуска старт во французской Гвиане А тут ракета поднимается в небо над таежным Плесецком И краткий экскурс в историю, прежде чем, наконец, побываем на производстве ракеты в Самарском прогрессе Прославленный дедушка всего семейства «Союзов» Их боевой предок Р-7 Первая межконтинентальная ракета в мире Ее преемники обеспечили первые запуски в космос А на потомках «семерки» космонавты и астронавты летают до сих пор По общему числу пусков «Союзам» нет равных в мире Наверное, поэтому богатые туристы в космос летят исключительно по союзному маршруту Ну а мы, наконец, выдвигаемся в сторону прогресса на Самарском трамвае Поехали! Наше путешествие на Самарский ракетный завод начинается здесь, в вагоне трамвая Который и доставляет на ракетно-космическое предприятие Многие тысячи сотрудников здесь, в городе Миленники, на берегу Волги Городе Трудовой, Доблести и Воинской Славы На заре космонавтики конструкторы только подбирались к технической возможности Автономного запуска двигателей в полете Тандем, последовательная схема работы ступеней, не подходил для первых ракет Все двигатели должны были начать работать сходу, сразу вместе, одновременно, в пакете на Земле Мы в уникальном месте, это самое сердце ракетно-космического центра «Прогресс» в Самаре Цех окончательной сборки Именно здесь из отдельных частей и блоков создаются ступени Союза И сейчас мы покажем вам путь ракеты-носителя перед самой ее отправкой на космодром Алексей Александрович Радаев, РКЦ «Прогресс», Самара Мой проводник в лабиринте из баков, блоков, ступеней и ракет Здесь в цехе окончательной сборки одновременно могут собираться союзы всех вариантов для любых космодромов Пилотируемые, грузовые и для военного заказчика Такой вот союз союзов Действительно, ракета поступает на космодром отдельными блоками Полностью ее комплектуют уже на космодроме, да? Собирают в пакет для подготовки к старту Полностью ракет собирается в пакеты на космодромах Здесь собирается по блочной, отправка идет по блочной вагонах Причем, смотрите, если вторая ступень, центральный блок из-за своей большой длины Отправляется в двух разных вагонах В одном полублок с баком окислителя Во втором с баком горючего и двигателем То блоки первой ступени, то есть морковки или боковушки Как, собственно, и третьей Идут полностью собранными по одному блоку в вагоне Алексей Александрович показывает, как выглядит одна из четырех таких морковок ракеты, готовая к доставке В данном случае это готовый блок Вот видите, это готовый блок Полностью состыкованы баки окислителей и горючего Вот стык Состыкован двигатель И закрыт хвостовым отсеком И то, что оранжевое Оранжевое обрамление вокруг двигателей Помогает отыскать ступени после падения на землю И добавляет уникальности облику ракеты И тут, опять-таки, не могу не вернуть вас снова на космодром Вот каким впервые увидел «Союз» я на Восточном Мы находимся внизу стартового стола ракеты «Союз-2.1Б» Это трехступенчатая ракета В модификации «1Б» установлены двигатели, которые считаются самыми эффективными в мире При взгляде на двигатель видно, что какой труд был вложен инженерными конструкторами при разработке двигателя Чтобы двигатель выполнил свое функциональное назначение И по конструкции двигателей видите, сколько всяких магистралей, соединяющихся с собой Которые должны воедино сделать одну задачу Яркие хвостовые отсеки первой ступени Именно к ним при старте ракеты приковано все основное внимание Каждый укомплектован основным двигателем и рулевыми агрегатами поменьше Именно в таких соплах рождается реактивная струя, которая и позволяет ракете-носителю преодолевать земную гравитацию Тот самый зрелищный старт, который остается самым частым явлением в космонавтике уже на протяжении полувека Вот отработали боковушки и отделились, а центральная, вторая ступень продолжает разгон Казалось бы, обыкновенный баллистический расчет подсказывает то самое тандемное решение для ракеты Когда последовательно отделяются все ступени Однако, возвращаясь к середине прошлого века Когда разрабатывалась первая межконтинентальная ракета Еще не умели включать ракетные двигатели в полете В условиях невесомости и верхних слоев атмосферы А пакетная схема позволяла это делать на первой и второй ступенях На земле, в нормальных условиях Мы сейчас находимся на участке изглавления второй ступени Конкретно находимся перед стендом обмера В этом стенде обмера проходит заключительная операция И поочередно подводим боковые блоки Боковые блоки крепятся за, так сказать, бабочки на центральном блоке, на баке окислителя Выставляется в горизонт плоскость Подводится боковой блок, как он стыкуется Отводится, поворачивается на следующую плоскость И каждый боковой блок так проводит обмеры Как он стыкуется И проверяется геометрия блока Именно по этой линии на второй ступени Проходит силовой пояс ракеты Кольцо, вокруг которого смыкаются Удерживающие мачты пускового устройства Да-да, если не знали Союз-2 подвешен над стартовым столом А вовсе не опирается на него Всем весом, как может показаться на первый взгляд Это блоки третьей ступени Бак окислителя Который сейчас находится на монтажах ПГС Видите, как насыщен борт кабельной системы Впоследствии сюда будет установиться прибор системы управления Который отслеживает всю логику ракет И проведя всех технологических операций Ракет-носитель попадает в контрольно-испытательную станцию цеха Где полностью проходят проверки функционирования всех систем Которые установлены на ракете Так сказать, полетный режим Мы имитируем полетный режим И так называемый, летим Только после этого ракета готова к своему путешествию на космодром Поблочно Своя окончательные формы она приобретет в монтажно-испытательном комплексе Где пройдет сборка вместе с полезной нагрузкой Вот на Восточном, например, день вывоза и установки ракеты С полезной нагрузкой на стартовое устройство На высоту 17-этажного дома Вот она, та самая космическая главная часть спутников Они уложены в 4 вертикальных ряда По 8 спутников И вот здесь, несколько выше Находятся еще 4 спутника на сужение обтекателя Дмитрий Баранов, генеральный директор РКЦ «Прогресс» Самара Впервые показывают журналистам работу нового сварочного цеха В нем изготавливают детали для новой ракеты «Союз-5» Проблема «Союза-2» на самом деле, вот, одна из основных Это что на заправленной ракете работает там порядка, ну, от 50 до 100 человек Исторически эта машина так была сделана, сейчас ее уже переделать невозможно То есть переделать «Союз-2» это значит сделать заново новую ракету, другую Ну, что, собственно, сейчас и происходит О ракете «Союз-5» О перспективных спутниках, создаваемых на предприятии И прорывных технологиях космического центра на берегу Волги Смотрите скоро в новой серии о Самарском «Прогрессе» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова